Добрый день, меня зовут Неймарк Александр Евгеньевич, я являюсь сотрудником Национального медицинского исследовательского центра имени Владимира Андреевича Алмазова Минздрава России, я являюсь ведущим научным сотрудником, руководителем научно-технической лаборатории хирургии и метаболических нарушений и руководителем научно-клинического объединения хирургических методов лечения. Мы находимся сейчас в операционной нашего центра, она оснащена современнейшим оборудованием, таких операционных у нас вот в этом корпусе 14. В одной из этих операционных выполняются в том числе бариатрические операции. Я являюсь президентом общества бариатрических хирургов Российской Федерации, и на сегодняшний день мне выдалась такая честь представлять бариатрическую хирургию в Российской Федерации, в том числе и за пределами нашей Родины. Что касается бариатрической хирургии в Российской Федерации, сегодня это совершенно новое расцветающее направление, которое очень интересное, достаточно сложное, и потребность в нем очень высокая. По оценкам Министерства здравоохранения и по статистике ВОЗ, ожирение во всех абсолютно странах уже превышает 30% от населения. Естественно, в такой большой стране, как Российская Федерация, где население больше 140 миллионов, у нас процент пациентов, страдающих ожирением, очень высокая. Естественно, мы не говорим о том, что должны оперироваться все пациенты с ожирением. Мы говорим только о определенной группе пациентов, которым показаны такие операции. Но даже если мы возьмем небольшой процент, всего лишь порядка 10% от пациентов, страдающих ожирением, то это уже огромное количество больных. И сегодня интерес к этой хирургии связан именно с тем, что она наиболее эффективно работает в отношении морбидного ожирения, в отношении высокой массы тела, когда пациент уже сам не может похудеть. И я думаю, что в ближайшем будущем бариатрическая хирургия станет одним из ведущих компонентов именно плановой хирургии. Бариатрические операции сегодня выполняются лопароскопически, то есть без качественных эндовидеохирургических технологий невозможно сегодня себе представить бариатрическую хирургию безопасной, невозможно ее представить себе эффективной, быстрой, качественной. Так как бариатрическая хирургия является новой специальностью, новой дисциплиной, новым направлением в хирургии, естественно, требуется обучение этой дисциплине. Бариатрическая хирургия должна быть в первую очередь безопасной. Чтобы она была безопасной, она должна быть хорошо обеспечена. То есть материально-техническая база очень важна для клиник, которые планируют заниматься бариатрической хирургией. И кроме этого специалисты, которые работают в этой области, они должны быть очень хорошо обучены, подкованы, как и в теоретических вопросах лечения ожирения и сахарного диабета, так и в хирургических аспектах выполнения бариатрических операций. В бариатрической хирургии очень много строится на так называемом мультидисциплинарном подходе. То есть это командная работа специалистов, куда входит не только хирург, но, естественно, анестезиолог. Анестезиолог должен быть также подготовлен по этой специальности очень хорошо. Это эндокринолог, это кардиолог, это терапевт, это диетолог и много-много других специалистов, которые в дальнейшем поддерживают пациентов после операции и в том числе готовят пациентов к операции. Обществом бариатрических хирургов в Российской Федерации сегодня организовано обучение по бариатрической хирургии. У нас уже много лет существует два базовых курса по бариатрической хирургии. Один из них, который проводится в Москве на базе учебного центра «Карль Шторц», второй проводится в Санкт-Петербурге на базе ночью сельского центра национального имени Алмазова. Курс включает в себя пять дней. Это пять дней полноценных лекций, презентаций, касаемых всех тем бариатрической хирургии. Это обязательно живая хирургия, то есть это включение из операционных, обсуждение онлайн деталей и нюансов операций. Это представление различных экспертов и специалистов. Это живые дискуссии. То есть это такое полноценное пятидневное обучение, по окончанию которого выдается сертификат Общества бариатрических хирургов. И этот сертификат является основанием для вступления в Общество бариатрических хирургов и начала деятельности в бариатрической хирургии. Хотя мы должны понимать, что сегодня бариатрическая хирургия относится к общей хирургии, И этот сертификат не регламентирует юридически деятельность хирурга, но все же наличие такой бумаги сертифицирует доктора как специалиста, который хотя бы проходил обучение по этой специальности. И что самое важное, общество бариатрических хирургов, оно абсолютно интегрировано в Международную федерацию хирургии ожирения, оно признано ей, и является официальной организацией, которая дает индульгенцию на проведение обучающих мероприятий. Кроме базовых курсов, сегодня уже есть так называемое ступенчатое образование по бариатрической хирургии, у нас есть возможность проводить стажировки на рабочем месте по бариатрической хирургии, у нас есть возможность проводить выездные мастер-классы силами экспертов общества бариатрических хирургов и непосредственно менторство на рабочем месте, когда эксперт-бариатрический хирург может приехать в клинику и помочь в выполнении первых операций специалисту. Еще раз повторю, что обучение сегодня в бариатрической хирургии это наиболее важный аспект, потому что, как показала практика, очень мало на самом деле хирургов знают и понимают, что такое бариатрическая хирургия. Мы не раз сталкивались в регионах с ситуациями, когда пациенты после выполненных бариатрических операций поступают в ургентной ситуации в стационары, и хирурги не совсем до конца понимают и не очень владеют информацией, что же конкретно было выполнено этому пациенту, и что конкретно надо сделать, чтобы безопасно и качественно оказать ему медицинскую помощь. Поэтому мы считаем, что сегодня усилия общества должны быть направлены на такую всестороннюю обучение общих хирургов этой специальности. И очень важно, чтобы бариатрическая хирургия была введена и как курс элективный или как основной в специальности хирургии в обучении в университете, в клинической ординатуре и так далее. Потому что сегодня основной проблемой бариатрической хирургии является отсутствие объективной качественной информации в первую очередь у медицинских профессионалов, у специалистов.